Президент Всероссийской Федерации, Алексей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о подготовке к чемпионату. Добрый день, уважаемые друзья. Спасибо, что сегодня все здесь собрались. Спасибо большое Российской Газете, что принимает нас сегодня. От имени Федерации Белосамбо России и Всемирной Федерации Белосамбо я еще раз приветствую вас. Вчера мне посчастливилось побывать на съезде Общероссийского Народного Фронта. Вчера президент закончил фразой «Не жди перемен, твори перемены». И вот мы, представители Российского Белосамбо, те люди, которые реально сегодня творят перемены, делаем, скажем так, будущий вид спорта. Так получилось, что наша страна имеет глубокие воинские традиции. Более чем за тысячу лет мы не знали поражения ни в одной войне. Завоевали и удерживали самую большую территорию в мире. Это говорит о том, что наше воинское искусство лучшее. И всегда в российской семье готовились войны. Добро должно быть с кулаками. Если ты не можешь защититься, нет смысла работать и зарабатывать. Мы и знаем сегодня несколько таких примеров. Например, Георгий Харлампиев. Поехал в Париж молодой художник в конце 19 века. Закончились деньги, так сказать. И он решил выступить на чемпионате Парижа по боксу. И несколько лет подряд выигрывал его. Сын смоленского священника, подготовленный отцом в семье, не имея никакой специальной подготовки и никаких специальных тренеров, показал самые высокие спортивные результаты в Европе. Много таких примеров можно говорить. Например, меня воспитывал мой отец и мой дед. И, так сказать, подступив в военное училище, на первом курсе, получившись месяц, я выиграю первенство училища по офицерскому многоборью. Когда в училище было 28 мастеров спорта. И потом, в течение 12 лет, я стану чемпионом Динамо по боевому самбо. Такой же пример мы можем видеть сегодня очень яркий, когда отец Хабиба, воспитывает Хабиба практически в семейной обстановке. И мы сегодня видим самого величайшего бойца. Вот на сегодняшний момент самого известного. И многие таких примеры. Валерий Валентинович Волосных, наш тренер и наследник системы Харлампиева, сегодня также воспитывался своим отцом. Здесь присутствует Алексей Олейник, ученик Валерий Валентинович Волосных, который тоже с детства занимался. Я со своими сыновьями, у меня четверо, три сына и дочь, я занимался с двух лет. Простые упражнения, кувырок вперед, кувырок назад, физические упражнения, блок, удар. То есть координация прививается с детства, и боевой дух, он воспитывается и прививается с детства. И именно вот это позволяет сегодня нам выигрывать во всех сегодня площадках, на всех универсальных площадках. Это UFC, это Bellator, это другие, так сказать, площадки, которые есть в мире. И вот мы сегодня дали, так сказать, нашей системе подготовки Федерации Бо-Самбо России, мы дали сегодня известных бойцов, таких как Олег Токтаров, наш первый чемпион 95-го года, это Федор Емельяненко, чемпион 2004-го года, это вот Алексей Леник, чемпион мира по боевому самбо 2006-го и 2010-го года, и Хабиб Нурмагомедов, чемпион мира 2010-го, 2011-го года. То есть вот эта система подготовки, она дает сегодня миру наибольшее количество бойцов. Но система Харлампиева, она в первую очередь рассчитана на подготовку защитника Отечества. И борьба самбо в этой системе занимает примерно 8% техник. Боевой самбо в спортивном поединке, либо и без правил, то, что мы сегодня видим, или всякие микс-файты различные, это 40% системы Харлампиева, и 60% это воинское искусство, это специальные приемы задержания и ареста, это много всего интересного связано с воинской службой. Но для того, чтобы наша страна была сильной, для того, чтобы наши парни могли, так сказать, постоять за свою семью, как я уже сказал, мы начинаем с семьи, за свое Отечество, мы готовим их с раннего детства, и готовим в первую очередь, так сказать, массово, готовим физически, готовим быстро, безошибочно принимать решения, потому что боевое самбо это тот вид, вид спорта соревновательный, соревнования проводятся обязательно, ежемесячно, если нет каких-то соревнований в данный момент, то проводится открытый ковер, и соседний клуб поезжает к соседнему клубу для того, чтобы провести спарринги с партнерами, который как бы малоизвестен, потому что по-другому показать свое мастерство, кроме как соревнований, их невозможно. Первый чемпионат России мы провели в 1994 году, первый чемпионат мира мы провели в 1995 году, организатором был Александр Ишаков, мы тогда создали статус абсолютных поединков, UFC сейчас такой бренд получается на английском языке, и как бы я. И вот с того момента мы проводим чемпионаты мира ежегодно, каждый год, в конце года. Вот прошлый чемпионат прошел у нас в Душанбе, прекрасно прошел, так сказать, этот чемпионат мы планировали проводить в Сен-Рема, но так получилось, что у нас очень высокие результаты показали спортсмены из Дагестана, и мы решили, так сказать, подарить этот чемпионат в Республике Дагестан, и планируем провести его 16 декабря в Каспийске. Спасибо большое. Навик Амельевич, пожалуйста, как Вы относитесь к организации? Поскольку я являюсь вице-президентом Всемирной Федерации, поэтому я отношусь очень положительно и участвую в организации этого процесса. Но как законодатель, я считаю, что наша задача немножко шире, потому что спортивная часть отвечает за спортивную часть. А согласитесь, любое спортивное мероприятие должно оставлять какой-то след и давать что-то региону. Я представляю Татарстан, и на примере Татарстана могу сказать, что спортивные мероприятия дают мощный толчок региону. В частности, в 2013 году мы провели универсиаду, и ряд агентств провели анализ, и посмотрели, какой же толчок дает развитие региона спортивные мероприятия. Это и экология, это и туризм, это и социальная сфера, это и экономика, это и опосредованные вещи. Я считаю, что Татарстан в этом отношении достоин того, чтобы развиваться на основании проведенных соревнований. И мы уже согласились с инициативой руководства региона. Они хотят, чтобы этот чемпионат оставил какой-то реальный след, кроме спортивного, и предложили организовать акцию «Зеленый километр». То есть участники чемпионата мира посадят деревья рядом с спортивным залом Али-Алиева, и те, кто будет принимать участие, это представители десятков стран, которые будут принимать участие, посадят деревья. Это будет некий конкретный след. А вообще я считаю, что Дагестан достоин того, чтобы на основании проводимых соревнований очень мощно развить сферу туризма. Например, Казань с тысячелетней историей за период 10 лет в 4 раза увеличил количество объектов, которые были включены в перечень ЮНЕСКО. Дагестан с его дербентом, с почти 5000-летней историей, конечно, достоин того, чтобы это было тоже включено в памятники ЮНЕСКО, и дать мощный тлачок приходу туризма. Спортивные соревнования дают большой результат при проведении мероприятий для развития инфраструктуры. Это и опосредованные платежи. Например, мы же прекрасно понимаем, что такое спортсмены, спортивные соревнования. Это отель, это сувенирная продукция, это развитие малосреднего бизнеса, это опосредованные платежи, которые будут идти за счет того, что увеличивается нагрузка на электросети, на водоканал тогда-то. То есть муниципалитет будет получить дополнительные доходы. Это принципиально важно, в том числе для такого региона, как Дагестан, потому что, к сожалению, до недавнего времени имидж региона был не очень благоприятным, в том числе и в прессе. Я считаю, что с приходом нового руководства необходимо имидж подправить, и руководитель региона Васильев положительно к этому отнесся, потому что он прекрасно понимает, что необходимо менять среду в регионе, необходимо менять обстановку. И вот спортивные соревнования, в том числе и тот чемпионат, который мы будем проводить, я считаю, может дать очень положительный результат. Немаловажный фактор, конечно, в том, что мы, как законодатели, стараемся делать много для того, чтобы улучшить, в том числе и законодательную среду в плане поддержки молодежи. Есть ряд уже принятых законопроектов, и те, которые мы внесли на рассмотрение Государственной Думы, которые касаются поддержки молодежи, поддержки студенческого спорта, законопроекты, которые ограничивают использование табачных изделий, алкогольной продукции, потому что так или иначе это все влияет на то, чтобы наше молодое поколение росло здоровее, было готово к службе в армии, было готово к защите своего Отечества. Вот тезисно, буквально, то, чем мы занимаемся и что мы хотим сделать. Я уверен, что будет очень много вещей, которые появятся в ходе проведения чемпионата. У нас уже сейчас есть ряд предложений относительно того, каким образом улучшить инвестиционную привлекательность региона. И это тоже способен, потому что, например, представители Китайской народной республики, которые будут принимать участие в соревнованиях, они ведь являются своего рода полупредами своей страны. И то, что они увидят, и то, что они увезут с собой, будет способствовать в том числе и тому, что регион, республика будет получать дополнительно медийную составляющую после проведения соревнований. Вот коротко то, чем мы собираемся заниматься, в чем будет заключаться моя сфера деятельности как депутата Государственной Думы и вице-президента Федерации. А что получится, я уверен, что будет все хорошо. И я приглашаю наших коллег обязательно присутствовать на соревнованиях. Я знаю, что уже ряд средств массовой информации аккредитовались и будут освещать чемпионат мира. Я уверен, что это будет такое яркое событие. И мы постараемся сделать так, чтобы оно оставило свой не менее яркий след. Спасибо. Алексей, я знаю, что в рамках чемпионата запланирован мастер-класс с вашим участием. Расскажите. Я об этом сам совсем недавно узнал. Но на самом деле я провожу ежегодно десятки мастер-классов, делюсь с ребятами опытом. И моя техника базовая, то есть я изучал 6 лет джиу-джитсу и более 10 лет боевой самбо Валерия Валентиновича. И, в принципе, эта техника позволяет выступать на самом-самом высоком уровне, где я сейчас содержусь. Надеюсь, и при каждой возможности я стараюсь благодарить школу боевого самбо, которая дала мне эти знания, которые позволяют мне это делать. И с честью, достоинство представлять и свою школу, и вообще российскую школу самбо на мировой арене. На самом деле вот проведение мероприятий, как каждый о своем говорит, Алексей Алексеевич рассказал о том, что российская традиция воспитания. Я считаю, что, во-первых, это воспитывает гораздо важнее, что это воспитание именно духа, правильно действительно, духа, характера определенного, характера, который позволяет не сломиться ни в какой, ни в жизненной ситуации, ни в каких-то критических катаклизмах или, к примеру, та же Великая Отечественная война и так далее. То есть по всем показателям невозможно было противостоять той огромной современной армии, которая напала на нашу страну на тот момент. Только за счет духа наш народ смог выстоять. Кроме всех вещей, очень важных, интересных, экономических развитий в регионе всего-всего, знаете, есть более приземленные, простые, но они, может быть, даже более важные. К примеру, мы в одном из городов в Большом проводили постоянно много-много соревнований. Они проходили буквально 3-4 турнира в месяц. И сначала это было непонятно, зачем так много и так далее, но у нас через полтора года где-то у нас из трех профессиональных клубов спортивных, которые были в этом городе, в Большом городе, их стало 75. У нас стали десятки, тысячи, тысячи, и, может быть, даже десятки занимающихся, либо сопереживающих спортом. Официально снизился процент преступности, процент наркомании, алкоголизма, курения среди подростковой среды и так далее. То есть, мы уже, мы хотели заниматься спортом, а оказалось, что у нас появились вот такие, величайшие достижения, считаю. Это может быть даже иногда важнее, чем, знаете, может быть, там ростом на какой-то процент экономический или еще что-то, потому что это наше подрастающее поколение, наша молодежь и так далее. То есть, если есть куда себя применить, и спорт, как я еще люблю говорить, это далеко не всегда, там, знаете, именно нужна там медаль или место на пьедестале. Спорт – это именно закалка характера, понимание каких-то жизненных принципов и принципа уважения, принцип того, чтобы ценить себя, свой труд, труд других людей и так далее, уважать их. Потому что спорт – это уважение, в том числе. Без уважения, ну, нельзя заниматься. А уважать ты станешь, когда ты прочувствуешь, как бы, пот, боль, какие-то тягости и так далее, тренировочные, и понимаешь, насколько это сложно и все остальное. И уже понимаешь, если человек с тобой там где-то на ковре, еще где-то, то есть он с тобой работает, ты точно таким же образом к нему относишься, чтобы уважать, потому что знает, насколько это тяжелый путь, сколько пройдено пути и так далее. То есть вот такие там моменты. один из самых важнейших, то, что я сказал, вы знаете, если разово провести, это да, мы побудили к чему-то хорошему, доброму, еще чему-то, несколько, там, не знаю, десятков людей или сотен людей. Ребята подумают, о, классные, они там могут справляться там с такими там соперниками, там вооруженными, невооруженными и так далее. Я пойду заниматься. Это там один из десяти, там, или из пятидесяти, тех, кто просмотрит соревнования, пойдет на спорт. А если это будет регулярно, то, то, что мы говорили, увеличивается процент занимающихся, увеличивается процент положительно настроенных людей, на здоровый образ жизни, на какое-то, на достижение результатов, всего-всего-всего. Наверное, все. Спасибо. Пока ждем еще двух спикеров. Можно задать вопросы присутствующими, пожалуйста. Задавайте. Возможно, я тогда вопросу задания не решится. Вот у нас написано пресс-релизе, что поддержать все чемпионаты известные борцы, не знаю, кому вопросов. Вот, к сожалению, сейчас одумано, она задержится. Он должен был раздрену вопрос. Да, это вопрос. Он планирует раках чемпионата, планируется, привести пять мощных противников, которые выступали против Хабиба Нармудамедова. Они придерживая, приедут поддержать его. Так как Хабиб сам все детство занимался былым самбо. 3 декабря будут сборы в Дагестане, где Хабиб даст эксклюзивное интервью уже в форме самбиста. И на этом, в рамках этого чемпионата, он также выступит с показательным выступлением, как самбист, как по-былому самбисту. И вот, отец, в поддержку его, то, что он выходит, он должен привести туда именно пять противников и те, кто выходят, ребята наши здесь из Российской Федерации, они также приедут именно и выходят из ее всего. Алексей Алексеевич у нас приедет, еще ребята, которые сюда струдают. Ну а фамилии можно? Или мы ждем? Скажите, пожалуйста. Не подскажу. Монав. Ну вот, ответственная. Да, 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 да. Обдумал нас ответственной. Ну это известные видения, да? Это все чемпионы. Это все чемпионы. Также в рамках, так как самбо, она включает в себя еще и борьбу несколько разных техник, а там не пройдет не только чемпионат по боевому самбо. Также будет еще дополнительный ковер, дополнительная ответка, где пройдет несколько турниров, несколько спаррингов. Приедут все чемпионы ЮСи. Как я уже сказал, боевое самбо включает в себя буквально все техники. То есть система Карлампиева это такая большая таблица, где размещены все позы, в которых могут быть находиться противники, в которых можно нападать и защищаться. В принципе, в любой позе можно нападать и защищаться любой частью тела. То есть, если систему Карлампиева представить в виде таблицы Менделеева, то бокс это маленькая точка справа вверху. Это обмен ударами в стойке. Вольная борьба это такая длинная подолговатая точка будет внизу. То есть, когда он докладывал в 1936 году, 80 лет назад свою систему, это было 17 плакатов шириной 4,5 метра, высотой 1,7 метра из ткани, которая предназначалась для обшивки аэропланов. И было химическим кардышом расщищены клеточки и в клеточках вписаны позы. Вот впервые это начал писать Георгий Карлампиев, его дед, когда готовился в Париже к поединкам по боксу. Он следил за своими противниками и в табличной форме записывал их наиболее, так сказать, хорошие приемы для того, чтобы подготовиться к этому поединку. То есть, систему Карлампиева создавали три поколения Карлампиева. И в принципе, в этой позе все системы. Как-то был такой вечер, мы сели с Давидом Львовичем Грутманом, мы посидели двое суток и посчитали, что в систему Карлампиева входят 52 вида самых известных единоборств, которые известны в мире. Больше просто мы не смогли с двое суток по счету, мы суток сидели просто бесконечно. То есть, все движения, какое только можно представить, оно все является в системе Карлампиева и имеет свое место. То есть, таким образом, мы готовим буквально по всем направлениям. То есть, это и борьба, это удушающий прием, это болевые приемы, это все удары. То есть, все, что можно себе представить, в любой позе, в какой может оказаться человек, предполагает атаку. А возвращаясь к теме организации чемпионата, давайте поподробнее раскроем все-таки ее. Где будет проходить, кто ожидается, какое количество гостей сможет принять место, где будет происходить? Как туда попасть? В отборе приняли участие спортсмены 86 стран, прошли национальные чемпионаты. Сегодня мы видим наиболее сильные команды, наверное, это команда Украины, это команда Таджикистана, это команда Казахстана, это команда Киргизии, это команда Франции, это команда, наверное, Португалии. Очень сильно сейчас заявился Бахрейн, бойцы показали довольно высокие результаты, ну и многие другие страны, надеюсь, тоже как бы покажут хороший результат. Чемпионат будет проходить в городе Каспийске, во дворце спорта имени Али-Алиева, удобное место, добираться от аэропорта, недалеко, так сказать, с развитой инфраструктуры, там проводится довольно крупное мероприятие, я там был неделю назад, вот, не первый раз, и вполне удобное место для поведения чемпионата. Я думаю, что все, кто доберутся, так сказать, будет интересно посмотреть. И самое приятное, один день, мы проводим всегда в один день на одном ковре, истина момента, то есть это как бы такой момент боевых искусств. И что очень важно, и что интересно нам самим, так сказать, в Дагестане, это огромный интерес со стороны местных жителей. Мы проводили чемпионат в 2004 году, у нас в зале, где могли разместиться 3,5 тысячи мест, присутствовало 7 тысяч, и 15 тысяч стояли на улице и болели. Открытые окна были, так сказать, безопасность как-то обеспечена? Тогда мы об этом не думали, тогда это было как-то вот более-менее, так сказать, сегодня к безопасности более высокие требования, государство более высокие требования, поэтому сегодня, я думаю, будет по-другому организовано, готовятся большие экраны, где люди смогут смотреть, безопасность будет, конечно же, обеспечена на самом высоком уровне, это вне всякого сомнения. То есть мы сегодня видим зал, так сказать, где разместятся 6,5 тысяч зрителей, и сегодня заявились, так сказать, люди, что будут какие-то площадки, где будет смотреть трансляцию этого чемпионата, я думаю, тоже, так сказать, десяток или больше тысяч людей. Вы знаете, мы планировали сначала сделать бесплатно, но затем, так сказать, администрация 20-го спорта побоялась, что не сможет как-то людей отсечь и пропустить, и решила сделать дополнительный этап приобретения билета. Стоимость билета планировала, по-моему, 100 рублей. Чисто номинально, чтобы просто посчитать людей, чтобы дать ему, так сказать, билет, упорядочить, планирую, так сказать, дать на руку, да, чтобы как-то провести, да, чтобы вот не все, так сказать, пришли, потому что, когда такая огромная толпа пойдет, очень трудно с ними управление. Так заранее продажи билетов, скажут, что билетов больше нет, и больше приходить не надо, чтобы можно было же билет. 6,5 тысяч. 6,5 тысяч. Предполагаются почетные гости, приглашены главы регионов ближайших, я думаю, многие будут присутствовать, не знаю, ли будет, так сказать, глава Чечни присутствует, но он большой любитель, так сказать, выразил интересы, скорее всего, тоже будет. Вот, и многие другие главы ближайших субъектов, которые, ну, Васильев, конечно, представитель спорта комитета, вот, я думаю, что будет интересно. То есть, Боево самбо получит еще один, толчок в развитии, к тем десяткам тысяч, которые занимаются на юге, ну, я думаю, так сказать, станут заниматься еще больше. мы стараемся в мире сейчас развивать детское боевое самбо. В России, к сожалению, мы можем заниматься официально с 11 лет, сампин запрещает, но во многих странах, у нас занимается боевое самбо с 3 лет, вот, мы, так сказать, сегодня имеем там, масса школ в Израиле, мы имеем масса школ во Франции, где у нас дети занимаются с 3 лет, по группам, с 3 до 3,5, с 3,5 до 4, и таким образом, весьма интересно, дети занимаются с детского возраста, в большой массе, и приобретают навыки именно в том возрасте, когда они лучше всего приобретаются, потому что позже заниматься, ну, сложнее обучиться всему. Спасибо. Приветствуем прибывших Алиев Магомед Султан Султан, Султан Султан, Веселец, президент Федерации Белоруссамбо России, Инна Магомедов, обдувая...